9 мая обелиску Победы исполнится 51 год. Его история началась в далеком 1965. За более чем полувековое существование памятник несколько раз менял облик, реставрировался и приобретал новые элементы. Неизменным оставалось одно – обелиск стал символом памяти о героях Великой Отечественной войны. Условно его историю можно разделить на несколько периодов. Обелиск Победы образца 1965 года был прост в исполнении. Асимметричная расширяющаяся кверху стелла была выполнена из серого бетона. Главными элементами памятника были высеченные в бетоне рукам, держащие горящий факел, как символ вечной памяти. Рука с факелом были окрашены в белый цвет. Даты – 1941-1945 годы в чёрный. В этот год впервые стали праздновать День Победы. День стал не рабочим, а праздничным. По всей стране открывались памятники. В нашем округе, как инициаторами его создания, стали глава Совета ветеранов Павел Александрович Березин и военком нашего округа. Они обращались в различные организации, во всех организациях встречали отклики. То есть различные организации оказывали посильную помощь. В 1979 году, в год 35-летия Победы, впервые 8 и 9 мая у Обелиска Победы был выставлен почётный караул из старших пионеров, комсомольцев и солдат Наринмарского гарнизона. С этого года ведёт отсчёт вахта памяти молодёжи. 1979 год стал юбилейным для Ненецкого округа. В честь 50-летия со дня его основания Обелиск Победы снова обновили. На бетонном основании установили чугунную звезду. В июне 79-го от улицы Первомайской к памятнику подвели газовую трубу, чтобы зажечь вечный огонь. И уже 14 июля 1979 года у Обелиска Победы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония зажжения вечного огня. Это право было предоставлено первому секретарю окружкома КПСС Юрию Степановичу Романову. В память о героях прошедшей войны, в память об их мужестве и героизме, на Рьенмаре зажжён вечный огонь. Вечная слава героям! В 1982 году Обелиск Победы приобрёл привычный для нас облик. Изменилась форма стелы. Правый угол памятника стал вытянут вверх. На новой стеле уже отсутствовала рука с факелом. На фоне живого вечного огня эти элементы стали излишними. На протяжении ещё нескольких десятилетий памятник реставрировался и частично изменялся. В 2007 году начался сбор добровольных пожертвований на реставрацию памятника. На специально открытый счёт поступило более 700 тысяч рублей от организации и частных лиц. Последняя реставрация была проведена в 2012. Сегодня Обелиск Победы стал центром целого мемориального комплекса. Сюда вот уже более полувека приходят, чтобы почтить память героев. Из Ненецкого округа на войну ушли 9383 человека. 3083 бойца сложили свои головы на полях сражений. Их имена находятся в капсуле, которая заложена под мемориальную плиту с надписью «Воинам-землякам», павшим в боях за родину в Великой Отечественной войне от вечно благодарных граждан Ненецкого округа.